Добрый день! Всем интернет-предпринимателям, бизнес-билдерам посвящается. Хотелось бы вернуться сегодня к такому понятию, как сетевой многоуровневый маркетинг. Ну, вроде бы, как бы сказать, понятие такое, заезженное всеми. Как говорится, как в этом объявлении, комиссионный процент и сетевой маркетинг не предлагать. Помню я это, так сказать, уже 20 лет. Это объявление. Что же такое сетевой маркетинг? Почему его не надо предлагать? И как, ни на что. Чего же не надо предлагать? Ну, не надо предлагать тем, кто, как я уже ранее высказывался в видео, тем, кто не хочет брать ответственность за свои доходы на себя, тем предлагать не надо. А кто вполне, так сказать, строит бизнес, кто реализует свою мечту, кто активно реализует свою мечту, а кто планирует свои доходы, расходы, тому, конечно, надо предлагать сетевой многоуровневый маркетинг. Ну, как говорится, в теории, вернее, изначальная основа, теоретическая, это он входит в систему прямых продаж. Ну, как часть, часть такого объемного понятия, как технология прямых продаж. Ну, естественно, сетевой многоуровневый маркетинг вообще тем, что строится сеть клиентов, сеть одновременно, сеть партнеров. Эти люди могут быть в одном лице. И так же строится многоуровневая структура. Приятно. То есть люди, которые по фронту, они строят свои фронтальные линии. И поскольку это все учитывается, отображается, обсчитывается компьютерами и с помощью, так сказать, интернет-технологии, это, так сказать, имеет место быть. И в данных, вот, современных условиях, опять же, вот я акцентирую, с появлением компьютеров и интернет-технологии, и сетевой многоуровневый маркетинг стал, как сказать, возможен его, так сказать, максимальная, ну, идеальная, как сказать, перфектная реализация. То есть все можно посчитать там на 101 глубине, с помощью, так сказать, компьютера и интернет-подключения. Можно увидеть объем потребления, личного, объем продаж, личного человека, который находится, как повторюсь, от вас в 101 глубине, допустим. Вот. То есть, по сути дела, с реализацией этих интернет-технологий, интернет-сетевых технологий, реализация сетевого многоуровневого маркетинга находится в самом пике. То есть, по сути, по сути, сейчас наступает такое время, когда реализация данного вида бизнеса или данного вида маркетинга товаров и услуг возможно и, так сказать, вопрятные условия для распространения именно этого вида, значит, вида маркетинга. Ну, как, наверное, традиционный маркетинг – это производство оптовый покупатель, склад, потом более мелкий покупатель оптовый, лучше более мелкий покупатель оптовый и розничная сеть магазинов, да. То есть, традиционно это все было, возможно, давным-давно, так скажем, уже сотни лет существует, но, значит, вот с появлением высоких технологий, как там, IT, интернета, удешевлением подключения, удешевлением скорости передачи, удешевлением объема передачи через интернет, сетевой маркетинг только набирает свою популярность и, так сказать, технологическую силу. А что бы еще хотелось сказать, что, да, что, как бы, ну, бояться не надо, как этого понятия, как оно в начале 90-х, как с рассветом предпринимательства, приняло негативный оттенок, да, как вот в этом объявлении проценты сетевой маркетинга не предлагать, то есть все-таки это вот перелом, перелом этого понятия в позитивном ключе, когда вы будете заниматься позитивно, ну, как сказать, пока в общих массах общества оно не наступило, да. Ну, некоторые люди им занимаются, некоторые из тех некоторых занимаются успешно, вот, многие учатся, как его реализовывать, вот. Ну что ж, некоторые, некоторые подробности вы сможете найти и продолжение в описании к этому видео, всем билдерам посвящается.